МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О благотворительном марафоне «Время помогать», об этом концерте мы будем говорить с учредителем фонда, композитором и музыковедом Татьяной Полковниевой. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, я уже упомянула, что в городе проходит благотворительный марафон. Расскажите немножечко об этом. Что это за марафон, какие у него цели, какие мероприятия в это время проходили в его рамках? Благотворительный марафон «Время помогать» 2017. Так назвали его мы, организаторы благотворительного фонда «Время помогать». Этот марафон, он приурочен к Международным днём инвалидов. То есть он направлен на поддержку детей с ограниченными возможностями. И мы с удовольствием влились вот в это дело, помощи и дело творческое, занялись проведением концертов. И вот такой концертный марафон в течение месяца, довольно насыщенный, у нас уже так проходит довольно плодотворно. То есть благотворительный фонд «Время помогать» проводит благотворительный марафон, который организовывает концерты, благотворительные концерты, которые собирают средства в помощь кому-то. Да, конечно. А вот что это за фонд «Время помогать»? Расскажите о нём немного. Это совершенно молодой фонд, ему чуть больше полгода, но деятельность мы начали гораздо раньше, тоже с помощью детям. Примерно год назад мы начали свою деятельность. А потом решили организоваться. И потом уже решили организоваться и стали называться фондом «Время помогать». Совершенно мы не случайно, наверное, организовали этот фонд. Дело в том, что интересный получился такой случай, когда мы помогали первому нашему мальчику. Мальчик оказался удивительно творческим, интересным, написал стихи специально для нашего фонда. И мы, вот я сама как композитор, музыкант, тоже очень заинтересовалась этим. И мы даже создали гимн своего фонда «Время помогать» на стихи этого самого мальчика Игоря. И я в предстоящем концерте уже тоже буду предлагать послушать этот самый гимн. Ну вот вы говорите, что на благотворительному фонду полгода, но работать вы начали гораздо раньше, где-то год назад. Что за это время вы провели, что вы за это время сделали? Ну, провели мы очень много уже благотворительных концертов, благотворительных акций, различных мероприятий, в том числе и для детей, чтобы собрать какие-то средства, помочь приобрести детям необходимое медицинское оборудование, инвалидную коляску. Вот для Игоря приобретали тренажеры, помогали оплачивать проезд проживания, лечение, реабилитацию. Это все у нас проходило довольно насыщенно, поэтому наши концерты проходили довольно часто на самых разных площадках не только нашего города. Начали мы вообще с города Казмодемьянска с помощью мальчику как раз из города Казмодемьянска. И там вот как раз все проходило, очень много всего, много концертов. Ну вот, наверное, один из таких ярких чпоксарцы помнят, это концерт Данила Плужникова, да? Это вот тоже вы организовали, ваш фонд. Да, да, как раз в сентябре прошел такой вот замечательный концерт. Мы очень рады и счастливы тому, что такая встреча осуществилась. Все-таки это пример, Данил Плужников – это такой пример такого героя, бойца, который, несмотря на диагноз, сумевшего добиться такой мировой известности, и без творчества человек себя мыслить уже не может. И вот для нас это большой стимул, и для всех людей, и слушателей концертов, которые бывали тогда, я думаю, что это такой большой пример с большой буквы. Ну, смотрите, я так понимаю, что основная, скажем так, миссия, не миссия благотворительного фонда – это не просто что-то продавать, да, или у кого-то что-то просить, а с помощью творчества, с помощью концертов дарить радость, ну и каким-то образом помогать людям, детям, которые в чем-то нуждаются. Да, вот девиз нашего фонда – это как раз дарить творчество. То есть, организовывая концерты, мы привлекаем самых разных музыкантов, лучших музыкантов, удивительно ярких, талантливых. Вот мне хочется просто назвать некоторых из них, да. Это вот один из самых наших, так сказать, постоянных участников – это замечательный мужской коллектив «Артикль». Муниципальная певческая капелла «Классика» подключалась. У нас подключались самые разные музыканты, солисты, это ансамбли, много детских коллективов подключилось. В последнее время подключились даже детишки с ограниченными возможностями. Но мы уже убеждаемся, что эти детки, наверное, вряд ли можно их назвать детьми с ограниченными, скорее с безграничными возможностями, потому что они демонстрируют такие невероятные достижения и оказываются невероятно талантливыми, что мы вот их тоже приглашаем. Теперь начинаем приглашать наши концертные программы. Поддержку оказывает администрация города, Министерство образования, Министерство социальной защиты и труда, и социальная защита, и Министерство здравоохранения. Все к нам очень тепло относятся. Организации, наверное, да, бизнесмены какие-то есть, кто участвует в вашей деятельности? Обязательно. Это и индивидуальные предприниматели, и бизнесмены, и люди, которые откликнутся, да, и которые предлагают какую-то свою личную спонсорскую помощь. Этим людям, конечно, просто низкий поклон и огромная благодарность. Татьяна, вопрос. Кто еще помогает благотворительному фонду? Мы очень благодарны людям, которые предоставили нам возможность размещать артистов. Это автопрокат «Самокат» и «Отель Ибис». в котором есть все возможности для размещения гостей с ограниченными возможностями. Вот низкий поклон. И еще мне бы хотелось сказать о том, что нас поддерживают с артистами, с осуществлением этих мероприятий. Центр детского творчества города Чебоксары и города Казмодемьянска, а также маленьких артистов нам помог вывести на сцену детский сад номер 164 «Ромашка» с приоритетным художественно-эстетическим развитием. Им тоже большое спасибо. То есть они подключились в последнее время к нашему марафону? Они тоже подключаются к марафону? Активно участвуют. Огромное спасибо всем. Ну, наверное, действительно отношение к людям, отношение к какому-либо событию зависит от самих организаторов. Если ты будешь говорить, что все плохо и все никто не помогает, то действительно так и будет. А вот если говорить так, как вы, спасибо большое всем, кто приносит посильную помощь, наверное, действительно будут люди откликаться на такое отношение. Ну и закрывает, вот скажем так, этот марафон, который стартовал месяц назад, концерт известной певицы Юлии Самойлова. Вот расскажите про это мероприятие. Значит, предстоящее мероприятие пройдет 9 декабря, в субботу. Это большое праздничное благотворительное мероприятие. И оно, конечно же, приурочено Международному дню инвалидов. То есть наши активные слушатели – это детки с ограниченными возможностями, ну и самая разная публика, и все желающие, которые хотят услышать, хотят подарить тоже добро и поучаствовать, потому что в этом мероприятии очень важно подарить друг другу тепло, теплый взгляд. Ну просто как-то поддержать – это очень важно, и это многого стоит. И вот как раз в субботу в 14.00 ДК ЧГУ у нас начнется такое праздничное мероприятие, в рамках которого пройдет и награждение конкурсантов, деток «Нарисуй свою мечту». У нас пройдет художественная выставка в фойе, и у нас пройдут мастер-классы для детей. И концерт сам начнется в 15.00. Выступают у нас наши музыканты, наши артисты, с которыми мы работаем. И, конечно, у нас специальный гость, с которым мы все ждем, Юлия Самойлова из Москвы. Сколько стоит билет? Билеты стоят от 300 рублей и выше. А куда будут направлены средства, вырученные из концерта? Средства направляются в благотворительные программы фонда. И по заявкам мы формируем уже помощь детям с ограниченными возможностями. Поэтому все, кто примет участие в такой нашей акции, все примут участие вот в этом добре, в этой помощи, помогут, внесут частичку своей души. Это очень важно. Спасибо большое, Татьяна, что пришли к нам в студию, рассказали о благотворительном марафоне. А я напомню, что сегодня мы говорили о благотворительном марафоне «Время помогать» и о том, что 9 декабря в ДК Чеглу в 2 часа начнется благотворительное мероприятие. Сначала выставка и мастер-класс, а затем концерт известных коллективов города Чебоксары и известной певицы Юлии Самойловой. Я думаю, что не самое плохое времяпровождение. Не только приятно, но и полезно. Давайте помогать, потому что время пришло. Спасибо большое. До свидания.